Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» главной темой сегодняшнего выпуска. Аварии уикенда. В Рязани бились машины и взрывались газовые котлы. Стремитесь ввысь в местечке Панино. Прошло шоу малой авиации. Ударим горячей линией по нерадивым коммунальщикам. Телефонная приемная по вопросам ЖКХ работала в Рязанской мэрии. А теперь обо всем подробнее. Вчера вечером в котельной 4-й Рязанской больницы рвануло оборудование. Как же так произошло, что во время пробного пуска один из четырех газовых котлов учреждения здравоохранения разлетелся, да еще и стену разрушил? Разбираются сейчас эксперты регионального управления МЧС. На жизнедеятельности больницы авария не отразится, заверили сегодня знающие люди. По данным статистики, чаще всего котлы взрываются из-за нарушений правил эксплуатации. Наиболее громкий в прямом и переносном смысле слова взрыв котла в Рязани произошел, наверное, в декабре 2010-го, когда на Дягилевской ТЭЦ во время пробных испытаний взлетел на воздух новенький современный котел стоимостью порядка 300 миллионов рублей. Его запускали аккуратно кануне Дня энергетика. Тогда после аварии несколько сотрудников Дягилевки попали в больницу, причем одна женщина получила очень серьезные травмы. В конце минувшей недели в Южном Промузле тоже случилась авария, но не промышленного масштаба. Здесь на улице Дружной столкнулись грузовик и «Лада Гранта». На место происшествия вместе с оперативными службами выезжала Олеся Харлина. Поток машин в пятницу плотный почти на любом отрезке автодороги. С одной стороны, повезло, что под прицелом тяжеловесной фуры оказался только один автомобиль. Осколки легковушки разбросало на несколько метров от места аварии. По искореженной «Ладе» и невооруженным глазом видно. Основной удар пришелся по водительской стороне. 36-летний житель города Скофина, управляя фурой и форт с полупресепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем «Лада Гранта» под управлением 45-летней жительницы города Ряжска. В результате ДТП женщина-водитель получила множественные травмы, с которыми была доставлена в областную клиническую больницу города Рязани. А ее дочь, находившаяся в салоне автомобиля, 16-летняя девушка, с полученными травмами, ушибами, доставлялась в детскую областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи и после чего была отключена. По словам водителя фуры, лопнул один из шлангов, из-за чего заклинило рулевое. Машина стала просто неуправляемой и выскочила навстречку. Траектория движения хорошо видна по следам, оставленным на асфальте. Шансов избежать столкновения у пассажиры «Лада Гранты» скорее всего не было. А вот автоинспекторы пытаются идти в ногу со временем и даже по плохим дорогам. С 2010 года создан единый портал госуслуг, который ГИБДД усиленно продвигает в жизнь. Продолжает Оксана Тебенихина. На сайте госуслуги отныне появились новые пункты, благодаря которым рязанцы теперь смогут избежать многочасовых очередей в ГИБДД. Поставить автомобиль на учет или наоборот снять с учета, а также узнать, имеются ли у вас штрафы, а если есть, то оплатить их безналичным способом, легко и просто можно сделать просто, зайдя на сайт госуслуги.ру. Лишь около 10 человек в день обращаются в МРЭО через госуслуги. В порядке живой очереди обслуживаются две сотни горожан. Целый день простоять в очереди или прийти тогда, когда это удобно вам, выбирайте сами. Те, кто в настоящее время пользуются данными услугами, данным порталом, получают явные преимущества перед остальными гражданами. К таким преимуществам относятся. Это значительно сокращаются сроки предоставления услуг, сокращаются коррупционные риски, уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц, ликвидируются бюрократические проволочки из заведения электронного документа оборота. В местечке Панино на 48-м километре дороги Рязань-Спаск вчера прошло самое настоящее авиашоу. Парапланы, вьетки, легкие спортивные яки. Порой казалось, что пилоты плыли по воздуху просто в ореоле воздушных вихрей от винтов, молодцевато выседая на почти незаметном кресле легчайшей авиаконструкции. Короткая воздушная изрисовка Ирины Ковалевой продолжает программу. Два витка штопора, петля Нестерова, переворот на отвесной горке и в конце заход на посадку с выключенным двигателем. Все эти фигуры сложного пилотажа могли увидеть зрители авиашоу, устроенного на аэродроме в Панино, в честь Дня авиации. Впервые это шоу прошло здесь в прошлом году и вызвало такой интерес, что организаторы решили сделать его ежегодно. Мы раньше собирались просто своим кругом. Наш клуб, приглашали своих жен, детей, мы делали для них показательные полеты, покатушки. Потом садились вечером за столы, отмечали этот праздник, у нас это все весело проходило. И постепенно это перерасло такое мероприятие, очень мешало. В празднике приняло участие около 20 единиц техники – дельтапланы, парапланы, автожиры, кукурузник, яки и сверхлегкие бекасы. Пилоты показали максимум того, на что способны эти модели и даже больше. Самолеты Х-32Микс обычно используются в сельском хозяйстве для опыления полей, а также в качестве учебной техники. Но сегодня именно на нем выполняли петлю Нестерова и другие сложные фигуры. Фигуры высшего пилотажа на данном типе самолета, они запрещены для пилотов, но так как я являюсь производителем их и должен испытывать их, я выполняю эти фигуры, но с учетом, не превышая той перегрузки разрешенной, которая должна быть. На этом шоу собрались участники из разных авиаклубов, в том числе и подмосковных. Организаторы говорят, что принять участие хотели пилоты и из других стран, так что вполне возможно, что в следующем году это шоу станет международным. На Панинском авиашоу было немало интересного, потому на пятницу мы планируем специальный репортаж об этом воздушном празднике. Также к пятнице нашей студии готовится интервью с министром социальной защиты Рязанской области Верой Глонти. В частности, мы планируем обсудить работу ведомства с детьми-инвалидами. Тем более, что в санатории «Колос» открылась специальная смена для ребят с ограниченными возможностями. Рассказывает Оксана Тебенихина. 15 августа министр социальной защиты населения Рязанской области Вера Глонти посетила санаторий «Колос», в котором открылась смена специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. Смена проходит уже третий год. На сегодняшний день в регионе прорабатывается возможность создания базы для детей-инвалидов, которая сможет работать круглогодично. Данную практику следовало ввести еще 20 лет назад. Сейчас же смена работает лишь в летнее время. И оздоровительную программу там проходит 100 человек в возрасте от 5 до 16 лет. Мама приезжала, ребенка у которого аутизм, практически через три дня. И все время, как она мне потом призналась, говорит, я приезжала с мыслями о том, что, наверное, она устала, наверное, я ее заберу. Так девочка и пробыла до конца смены. И вот она мне рассказала, с какими опасениями она ездила практически всю смену. Они не подтвердились, и я эту девочку вижу уже в этом лагере Аня. С детьми занимаются опытные медицинские работники, воспитатели и волонтеры. Смена организована по инициативе областного Министерства социальной защиты населения при поддержке благотворительного фонда «Наши дети». Рязанские власти продолжают работу горячей линии по проблемам жилищно-коммунального комплекса города. Затем, как она действует, сегодня наблюдал Глеб Галушкин. Это частный сектор, да? Нет горячей воды. Какой воды? Горячая или холодная? Нет холодной и горячего снабжения. Ежедневно на горячую линию по вопросам ЖКХ от жителей Рязани поступает около 30 звонков. В основном, как говорят специалисты городской администрации, жалобы касаются недоработок работников управляющей компании. Это вопросы по содержанию и ремонту жилья, благоустройству дворов, озеленению, а также по вывозу мусора. Ни одна заявка, поступившая к нам в управление, не остается без внимания. То есть мы все фиксируем на бумажном носителе и в электронном виде ведем реестр звонков от граждан. По словам Тамары Сафроновой, все заявки от жителей работники городской администрации проверяют и уже далее общаются напрямую с руководством управляющих компаний, на которых поступают жалобы. Ну, конечно, мы общаемся по данным вопросам с управляющими организациями, потому что в собственнике заключены договора непосредственно с управляющими организациями. Мы выясняем суть причины того, что люди задают таких вопросов. Почему эти вопросы не решаются? И совместно с управляющими компаниями у нас нет ни одной управляющей компании, которая нам отказала в рассмотрении данного вопроса. Мы совместно с управляющей компанией все решаем. Совместно с городской администрацией работает и областная жилищная инспекция. Естественно, операторы горячей линии распределяют звонки по принадлежности, какие-то идут в управлении энергетики и ЖКХ городской администрации, приходят к нам инспекции, инспекция очень активно по ним работает и достаточно быстро реагирует. Ну, как пример, то что вопросы непростые и, естественно, они касаются всего спектра состояния жилья, оказания коммунальных услуг. Как пример, хочу привести это вопросы протечки крыш и вопрос отключения горячей воды. Горячая линия по вопросам ЖКХ будет работать до 15 сентября. На сегодня все. Поздравляем всех с началом новой трудовой недели. Самый успешный период, который, как и всякой другой, уверяют психологи, наступает как раз завтра, во вторник. Ну и дальше как пойдет. Удачи и до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok